Дорогие друзья, если вы не знали, у нас хорошие новости. Уральская столица вошла в десятку городов России, наиболее привлекательных для туристов осенью этого года. О том, чем может похвастаться город Екатеринбург, и что показать своим знакомым, которые, может быть, приедут в Екатеринбург, нам поведает историк, гид Татьяна Масунова. Доброе утро. И прежде, чем мы начнем разговор, вот покажите, пожалуйста, крупно ту подвеску, которая сейчас на груди у Татьяны. О ней мы расскажем чуть позже, но, пожалуйста, напишите в нашу группу ВКонтакте, что же это за подвеска. Что это за символ такой, да? Что это за символ Екатеринбурга? Это не подкова какая-то. Вот совсем-совсем. Татьяна, ну а расскажите, пожалуйста, чем Екатеринбург привлекателен для туристов, вот по последним данным, которые мы только что озвучили, вошли в десятку самых привлекательных городов России, чем мы не уступаем Казани и Екатеринбургу, например? Ну, вообще это какая-то у нас провинциальность такая, что мы все время с кем-то себя сравниваем. Мы прекрасно идентичны сами своей идентичностью и прекрасно сами по себе. Мы замечательный город, в котором есть городское сообщество. Люди иногда приезжают даже не только ради достопримечательностей, а для того, чтобы поучаствовать в наших таких больших движухах, таких как, допустим, Ночь музыки или какие-то фестивали. Но если говорить, чаще всего все же говорят об архитектурных каких-то особенностях, людям очень нравится то, что в Екатеринбурге соединяется то, что еще осталось что-то от старины, и то, что это все же старина не такая, которая просто благородные руины, а наоборот, очень динамично развивающийся город, в котором приятно находиться и в старых, и в новых кварталах. Не будем также забывать, что у нас город-миллионник, и он самый компактный из всех находящихся на территории России, благодаря чему, наверное, и появились вот эти две, по крайней мере, точно сохранились, линии сиреневые и красные, правильно, по которым можно путешествовать? Сейчас не сохранились, а не только еще одна из них, во всяком случае, в этом году появилась. То есть 10 лет назад впервые решили сделать Екатеринбург очень удобным для тех, кто не понимает, куда обратиться туристу, и сделали красную линию. Горожане сами голосовали, какие объекты войдут в эту линию. Линия 6,5 километров, и очень часто, особенно молодые гиды, они берут просто, идут по этой линии, рассказывая о тех достопримечательностях, которые на ней находятся. А что касается сиреневой линии, это одна из наших сильных сторон. В Екатеринбурге очень много уличного искусства, и в этом году основные объекты стрит-арта объединили в фиолетовой линии. Ну, в общем-то, она в разных оттенках некоторым может показаться. Но основной один. Насколько заполнена уже вот эта линия объектами, арт-объектами? Можно уже ходить по ней, путешествовать, и самое главное, наблюдать вот эту всю красоту? Я хочу сказать, что сейчас очень удобно для путешественников. Существует множество мобильных приложений. Многие объекты нанесены на карты, в том числе на Яндекс.Карт. Есть объекты, по которым существуют аудиоэкскурсии. И, кроме того, уже вполне регулярно по стрит-арту проходят экскурсии с медиаторами или с гидами. То есть линия очень наполнена. И я хочу сказать, что у нас сейчас проходит 4 фестиваля уличного искусства. Есть проблема найти чистую стену. Да, в этом году это было... Была проблема согласования, а сейчас уже проблема... Просто нет чистых стен. Но скажите, пожалуйста, с чего начинается путь человека, который впервые оказывается в городе Екатеринбурге, с запросом, да, что-нибудь такое увидеть. Вот вы, как гид, я человек приезжий. Хорошо. Скажите мне, Татьяна, ну, Екатеринбург, с чего мне начать для себя его открытие? В прошлом каждый гид начинал с места, где начинается город, с плотины, и дальше шел, показывая этот город приезжим. Сегодня в центр, как таковой, у нас нет, допустим, Красной площади, у нас есть, конечно, своя, 1905 года, но вот таких эмоциональных центров Екатеринбурга несколько. Ну и лично мой такой лайфхак, я начинаю с мыса Динамо, потому что, с одной стороны, мы видим воду, благодаря которой мы вообще появились на этом месте, то есть можно говорить о Екатеринбургском заводе, можно говорить о всех столетиях Екатеринбурга, и, кроме того, рассказать о том, что привлекает людей, приезжающих к нам из столицы, из Санкт-Петербурга, из-за границы, это конструктивизм. То есть, действительно, что важно для людей посмотреть в Екатеринбурге? Чаще всего, раньше это был храм на крови, сейчас он ушел уже с первого места, не занимает списки запросов. Первый – это Ельцин-центр, второй – конструктивизм. Но иногда люди даже и не совсем знают, зачем они хотят конструктивизм, но волна уже идет такая, что все же эти запросы, расскажите нам о конструктивизме, чтобы мы прямо прочувствовали это. Каждую неделю в Екатеринбурге организуются авторские экскурсии по объектам конструктивизма. То есть, по субботам, иногда по воскресеньям можно найти группу, которая гуляет по городку чекистов, городку милиции или медицинским. Отлично. Напоследок, прежде чем мы упомянем то, что у вас на груди, топ-3 мест редких для посещения, но вами очень любимых. В этом году был спрос на Большеконный полуостров, вид на Верхесецкий пруд и немножко такой андеграунд этого места, он такое необычное. Доехать туда можно 11-м трамваем. Спрос был на парке, потому что людям хотелось, с одной стороны, получать какие-то эмоции, дополнительные связи с природой, поэтому, допустим, можно назвать в этом смысле калиновские разрезы. То есть, Эльмаш, тоже очень специфический, интересный район. Ну и... Ну и все, три места вы назвали. Достаточно. Отлично. Для эфира вполне. Хорошо. Ну и напоследок, что же у вас за подвеска? Что обозначает? И, кстати, есть у нас правильный ответ от Лилии Хухаревой на подвеске, гостинице и сеть. Это правда? Это правда. Если посмотреть на нее сверху, она примерно так и выглядит. Мы вас благодарим за сегодняшний визит. Все побежали сейчас садиться на 11-й трамвай и в сторону. Да, на Большой Конный. И на Кубу, правильно? На Кубу, конечно. На Кубу, все на Кубу. Еще раз спасибо. У нас в гостях был историк и гид Татьяна Масунова. Да, сейчас небольшая рекламная пауза, после которой обязательно вернемся. Продолжение следует...